Сделка почти на 6 миллиардов рублей. Громкое уголовное дело наконец дошло до суда. На скамье подсудимых 58-летний ярославский бизнесмен. Его обвиняют в хранении и сбытии липовых банковских документов. Из зала суда Георгий Колчин. 58-летнего Бижана Белканью конвой сопровождает на протяжении последнего года. В СИЗО бывший коммерческий директор одной из ярославских фирм попал по подозрению в хранении и попытке сбыта поддельных банковских векселей. Судимый при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица 117 простых векселей коммерческой организации этого компания ЮКОН, авалированных Московским банком Сберегательного банка Российской Федерации. Приобрел с целью сбыта. Согласно обвинительному заключению, обналичивать поддельные векселя подсудимый решил частями. Первые 20 номиналом по 50 миллионов каждый намеревался в Ярославле. Однако сделка на миллиард потерпела фиаско. Это оперативное видео было снято год назад. Тогда в банке в момент обмена липовых бумаг вместе с Белканей сотрудники СОБРа задержали еще 7 человек. Большинство из них выходцы из бывших советских республик. У некоторых, правда, была московская регистрация. Сегодня в банке рассказывают задуманное. Подсудимым воплотить в реальность было бы крайне трудно. Липу от настоящей ценной бумаги опытный сотрудник отличит без особых проблем. Деталей мы раскрывать не можем, да. Но их более 20 различных степеней защиты. И фактически они защищены так же, как крупные номинальные денежные купюры. Подобные уголовные дела вспоминают с трудом даже опытные оперативники. Сразу после громкого задержания в банке, в пресс-конференцию созвал глава областной полиции Николай Трифонов. На ней он рассказал журналистам обо всех обстоятельствах этого дела. Было изъято в результате следственных действий 117 векселей на сумму 6,5 миллиардов 850 миллионов рублей. Сумма, конечно, вы сами понимаете, приличная. Почти 6 миллиардов рублей. Такого в истории, наверное, Ярославской области еще не было. Следствие по громкому уголовному делу длилось почти год. Из восьми подозреваемых до суда дошел только один белканье. Со слов обвинения в действиях других задержанных отсутствовал состав преступления. Близкая подруга подсудимого Элина сегодня в зале. Она, как и год назад, отрицает вину подсудимого. На беседу женщина соглашается только на условиях анонимности. Люди, которые вот аферисты или что-то, они же на кого-то оформляют и там уже делают свои делишки. А он честно оформил на себя, во-первых, правильно, все эти документы. И пришел в Сбербанк. Он не сумасшедший, чтобы вот так вот делать, если у него хоть какая-то мысль была. Сам Бижан Белканье также свою вину отрицает. Говорит, что в банк пришел установить подлинность приобретенных векселей. Кто он, жертва аферистов или продавец липовых банковских бумаг? Теперь предстоит решать суду. Отметим, что статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Георгий Колчин, Денис Ромашов. День в событиях. Трагедия на дороге. Ночью у деревни Растилово Даниловского района был сбит мужчина. Водитель автомобиля Рону Трафик с вологодскими номерами двигался по направлению в Ярославль. Пешеход шел по обочине без каких-либо светоотражающих знаков на одежде. Удар пришелся в спину. 57-летний мужчина скончался на месте. Позже сотрудниками ГИБДД рядом с телом будет обнаружена недопитая бутылка портвейна. Вероятнее всего, погибший нес ее в руке. В настоящее время проводится проверка. Пожар в поселке Толга оставил без крыши над головой целую семью. Сейчас погорельцы вынуждены переехать жить в гараж. Александр Лисицын на месте оценил масштаб проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова